Между улицей Риволи и набережной Сенны в здании Отель-де-Виль размещается Парижский муниципалитет, орган административного управления города. С Отель-де-Виль и прилегающей к нему площадью связаны многие события в истории французской столицы. Изначально городской муниципалитет заседал на площади Шатле. В XIV веке парижский привод Этьен-Марсель перевел заседание муниципалитетов в так называемый «Дом на сваях», стоявший на Гревской площади, ныне площади Отель-де-Виль. Со времен Средневековья эта площадь была одним из самых оживленных мест столицы. Здесь проходили народные гуляния и праздники. Кроме того, в течение пяти веков Гревская площадь служила местом публичных казней. В XVI веке по указанию Франциска I на площади под руководством Доминика де Картане и Пьера Шамбижа было начато строительство нового здания городской ратуши. Новое здание стало местом пребывания купеческого старшины, главы муниципалитета, назначаемого королем. В числе других муниципалитет возглавляли архитектор Лувра Пьер Леско и известный гуманист Гийом Боде. В начале Великой Французской революции восставший народ захватил здание ратуши, а площадь стала местом политических манифестаций. 9-го термидора 1794 года здесь были арестованы Максимилиен Робеспьер, Луи-Антуан Сен-Жюст, их ближайшие друзья и сподвижники. На следующий день деятели якобинской диктатуры были казнены на площади Согласия. 28 марта 1871 года на площади перед ратушей, в присутствии многочисленных батальонов национальной гвардии и огромной толпы парижан состоялось торжественное провозглашение коммунны. Отсюда осуществлялось руководство восставшим пролетариатом. Все заседания коммунны проходили в зале мэрий. После пожара 1871 года здание было восстановлено архитекторами Баллю и Депертом. Здание отель Девиль сохранило ренессансный стиль первоначальной постройки. Его нарядный фасад украшают 136 статуй, изображающих известных деятелей французской истории и культуры. Внутри здания величественная лестница ведет в зал празднеств и приемные салоны. Богатое убранство помещений выдержано в духе официального искусства Третьей Республики. Кариатиды, ростры, хрустальные люстры. Перед южным фасадом ратуши, выходящим на набережную, стоит конная статуя Этьена Марселя. Недавно площадь отель Девиль была полностью переделана в обширную пешеходную зону. Продолжение следует... Продолжение следует...